Доброе утро, Новосибирск! Российско-китайские взаимоотношения — это всегда тёплая дружба, это обмен культурой. И о том, что проходит в рамках этих взаимоотношений в нашем регионе, мы будем разговаривать сегодня в студии. Цо Шань Хао! Меня зовут Евгений Чирилин, моя коллега-соведущая Алена Чирилина, и у нас сегодня в гостях. Игорь Хрипунов, директор учебного центра НГТУ, Институт Конфуция. Ян Мэй Хуа, директор с китайской стороны учебного центра НГТУ, Институт Конфуция. И Михаил Костин, заместитель директора областной детской библиотеки имени Горького. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Институт Конфуция Новосибирского государственного технического университета НЭТИ — это российско-китайский учебный центр, созданный 15 лет назад для обучения китайскому языку и культуре. В основном занятия проходят с преподавателями из Китая. Это помогает слушателям быстрее освоить разговорную речь и китайскую грамоту, и погрузиться в культуру. И первый вопрос. Как связаны и вообще связаны ли как-то культура России и Китая? Насколько тесно? Нет ответа на этот вопрос. Пожалуйста. Связано тесно. Сейчас у нас, как говорят официальные у нас позиции, что наши отношения находятся на самом высоком уровне, беспрецедентом. Мы это все ощущаем на себе, в том числе на нашем регионе, в городе Новосибирске. У нас совместных проектов очень много по культуре Китая. Это и кино, фестиваль китайского кино, который проводим, и совместно с филармонией, это совместные музыкальные постановки. То есть жизнь кипит, и ковид нам не помеха. Надеемся, что будем наращивать только тенд. Ну да, действительно, действительно, надеемся. Насколько вообще популярен китайский язык на сегодняшний день в нашем регионе? И вообще культура Китая, как часто ли ей интересуются жители нашего региона? Ну я как преподаватель, наверное, отвечу на этот вопрос, потому что у нас достаточно много вузов, там порядка шести вузов, где студенты обучаются китайскому языку по разным специальностям, но везде присутствует китайский язык. Китайский язык, как предмет, введен в школьную программу, в учебную программу некоторых школ города Новосибирска. И с некоторым мы взаимодействуем в этом направлении. Много частных школ. То есть в основном это молодежь, интересующаяся Китаем. Это наше будущее. К слову о китайской культуре. Да, общаясь за кадром, мы сказали, что на сегодняшний день китайский праздник какой-то еще идет. Расскажите об этом празднике, что это за праздник? Что за праздник? Ага. Сегодня в Китае праздник середины осени. Праздник середины осени – один из самых главных традиционных праздников Китая. По возможности, не по... да, по возможности, он уступает лишь китайскому Новому году. Праздник весну занимает второе место. Мы отмечаем каждый год в 15-й день 8-го месяца по китайскому лунному календарю. Когда луна особенно яркая и красивая. Но сегодня, можно сказать, как раз этот праздник совпадает с днем учителя Китая 10-го сентября. Нам очень повезло, что сегодня мы отмечаем сразу два праздника. Получается, с 10-го по 13-е сентября, да? Да, с 10-го по 13-го он празднуется. Ну и мне что-то напомнило о том, что когда особенно яркая луна, когда все люди, которые страдают давлением, чувствуют себя как-то не очень важным. Тут, наверное, магнит или бурь. Оказывается, ты в Китай праздник. Да. Так, давайте поговорим о фестивале, потому что у нас в студии представлены рисунки, литература. Что это за литература, что за фестиваль «Мой мир», который проходит уже не первый год? Я начну с того, что все-таки идея вот такого проекта родилась у председателя Международного совета по детской книге господина Джанни Джоу. Вот. И он предложил такое взаимодействие, и мы нашли такую возможность совместно с детской библиотекой, областной детской библиотекой имени Горького, реализовать такой проект. Собственно, опыт у нас уже есть, результаты есть первого этапа. И вот я хотел бы попросить Михаила Ивановича немножко подробно рассказать о том, что мы сделали в этом году. Да, вот вы сейчас взяли в рубки книгу. Это уникальное совершенно издание. Здесь представлены работы детей из России и Китая. Причем это совместное творчество ребят, посвященное зимней Олимпиаде в Пекине. Выставка в Олимпийском парке этих работ была. Проходила у нас в Новосибирске эта выставка была в ГПНТБ «Саран». И уникальность в чем? В том, что иллюстрировали работы китайских детей наши ребята из России. И наоборот, литературные работы ребят из России иллюстрировали ребята из Китая. То есть совершенно уникальный продукт. Плюс вы видите QR-коды. Это неспроста. Каждое произведение ребенка напечатано на китайском и на русском языке и зачитано диктором. И можно по QR-коду прослушать, как это произведение звучит на русском и на китайском языке. Заодно выучить свое произведение, как оно будет звучать на китайском. Ну, потрясающе. Здорово. Получается, если произведение написано на русском, кто писал текст на китайском? Это перевод. Это перевод. Я поняла, кто переводил. А, ну, коллеги помогали. Да, понятно. Ну, чтобы, получается, творчество было понятно. Носители языка, да, чтобы было уже точно. Вот, слушайте, давайте объективно. Все равно, китайская культура и русская культура, да, безусловно, у них есть сходства. Но это разные народности, а, соответственно, есть определенный, ну, как бы, разный менталитет, разные, да, разный даже темп жизни. Конечно. Насколько творчество ребятишек из Китая понятно нашим русским ребятишкам и наоборот? Ну, мне кажется, понятно, потому что, во-первых, тема, все рисунки объединены общей темой. И в этом году была общая тема, такая глобальная, это зимняя олимпиада в Пекине, которая проходила. И поэтому, как дети воспринимают зимнюю олимпиаду в Китае и в России, в целом схожи. Лыжи, коньки, спорт, что там, снег еще у нас там, да? И символы олимпиады. Вот они на обложке нарисованы символы пекинской олимпиады. То есть, в этом плане тема, дается тема, и, соответственно, на взгляду мы видим, что они схожи и наши дети, и российские, и китайские. Да, и продолжая ответ на этот вопрос, сейчас у всех желающих ребят в возрасте от 12 до 17 лет есть возможность принять участие во втором таком этапе нашего проекта. В этот раз тема «Вечные ценности. Диалог культур. Россия и Китай». Как раз то, о чем вы говорите. Мы подобрали поговорки, русские пословицы, перевели их на китайский язык, и наоборот, подобрали китайские поговорки, пословицы, перевезли их на русский язык. И сейчас конкурс эссе. Все желающие могут взять китайские поговорки, переведенные, понятно, с пояснением, и написать эссе на тему, как они, то есть наши ребята из России, понимают эти поговорки. Ну, а китайские участники, соответственно, тоже это делают, то есть пишут эссе, как они понимают наши поговорки. Я вот приведу только один пример, чтобы было понятно, да, что мы очень близки, да, вот. Например, у нас есть такая поговорка «Учение света, не учение тьма». Да, вот видите, вы в курсе. Сложно, со школьной скамьи помню. Вот, а в Китае, например, есть такая поговорка, ну, перевод примерно такой «Кто учился с молоду, не знает старости голоду». Вот, и, как вы понимаете, это очень близко по смыслу, да, хоть акценты немножко разные. И вот сейчас мы приглашаем, пользуясь возможностью, всех ребят в возрасте от 12 до 17 лет принять участие в конкурсе. У нас есть сайт «Мой мир» очень легко найти в интернете, проект «Мой мир», зайти и зарегистрироваться. И до 23 сентября есть уникальная возможность войти в эту международную команду и стать соучастником вот такого следующего прекрасного сборника, чтобы ваша книга и в России, и в Китае вышла, ну, и выставки также планируются в России, в Китае. А я, пользуясь случаем, хотел бы услышать, как звучит на китайском поговорка. Поговорка. Да, вот это самая поговорка, которая у нас как «учение, свет, не учение, тьма», а в Китае вот своя поговорка. Как она звучит на китайском? Ну, можно еще какую-то там «век живи, век учись», там, да? Ну, например. Все студенты у нас знают. Все просто, да? А подлодное что-то есть у вас в Китае? Поговорки подобные? Они вот примерно так. А, они там есть. Много подобных. Очень похож. Буквально прям, буквально вперед. То есть все-таки китайская народная мудрость и российская народная мудрость, они как-то вместе, содружат, да, получается? Плюс-минус что-то есть очень сильно похожее. Вот я говорю, неспроста. Китай так близок к России, а Россия так близка к Китаю. Друзья, сейчас мы посмотрим, что для нас приготовили журналисты 49-го канала, а дальше вернемся в студию и продолжим. Доброе утро всем тем, кто только что присоединился. Это «Оранжевое утро» и у нас сегодня в гостях. Игорь Хрипунов, Ян Мэйхуа и Михаил Костин. Сегодня эта прекрасная команда рассказывает о дружественном фестивале России и Китая под названием «Мой мир». Продолжим. В студии у нас картины. Есть картины? Рисунки, да. Что это за рисунки, кем они нарисованы и почему они здесь? Ну, это маленькая часть, конечно, тех работ, которые ребята нам прислали. Вообще в конкурсе приняло участие более полутора тысяч человек с России и Китая. Было отобрано 100 лучших работ российских, китайских, которые вошли вот в этот сборник. Сегодня вот у нас есть такая возможность представить работы наших российских участников. Это работы российских участников? Да, да. Это работа российских участников. Ну, интересно. Разные возрастные группы. У нас младшая возрастная группа и старшая возрастная группа. Это работа детей младшей возрастной группы. Смотрите, мы разговариваем о возрасте, поэтому давайте еще разочек напомним, какие возрастные ограничения, рамки есть у фестиваля. То есть я понимаю, что есть младшая, есть старшая группа. Где какой возраст от до? С 7 до 13, с 13 до 17. Вот две группы таких участников, что в России, что в Китае. Жюри выбирает работы лучшие, литературные и художественные вот среди этих групп. А кто оценивает эти работы? Да. Кто оценивает? Кто жюри? Ну, это, я думаю, с нашей стороны. Судя все наши представители. Михаил Иванович, наверное, поподробнее расскажет про наш состав жюри. У нас есть такая уникальная ситуация, у нас есть не только взрослые жюри, компетентные, состоящие из художников-иллюстраторов, других специалистов, но есть еще и детское жюри. Вот в России есть такая особенность, у нас при Новосибирской областной детской библиотеке, при Министерстве культуры работает Общественный совет детей и подростков по вопросам в сфере культуры Новосибирской области. Это уникальное общественное объединение, которое представляет интересы несовершеннолетних. Вот в сфере культуры, то есть самоорганизующаяся такая структура, единственный подобный опыт, вот в Москве есть при музее такой совет, и вот пока только два подобных объединения в России есть. И мы из членов этого Совета Общественного сформировали в прошлом году и в этом году снова детское жюри, которое также оценивает работы. И уже совместно детское жюри определяет победителей. Ну и, соответственно, китайское жюри оценивает работы китайских детей. Но там, как я понимаю, все равно же есть какой-то подсчет баллов, например, критерии, которые должны соответствовать работе. Ну вот, допустим, как оценивает, к примеру, профессиональное жюри, я имею в виду взрослое жюри. Я примерно предполагаю, что это наверняка литературная ценность какая-то, может быть, грамотность, изложение текста. А как оценивают дети? Что для них является наиболее ценным? Ну, я отвечу на этот вопрос, потому что лучше осведомлен по этому поводу. Критерии одинаково прописаны для обоих составов жюри, то есть положение, оно прописывает критерии и для детского, и для взрослого жюри. Но, разумеется, что у наших ребят самое главное, что откликается, что просто вот по-человечески близко, что больше вызвало интерес, и что важно отметить. Очень часто мнение и взрослого детского жюри совпадает, потому что детское сердце, что называется, не обманешь. У них нет никакого умысла, никаких там нагромождений, смыслов, просто нравится или нет. Это такой взгляд, с одной стороны, читательский, рядовой, но с другой стороны, наши ребята, они не обычные читатели, они очень грамотные читатели, они большие любители книг. Поэтому их оценка тоже в значительной степени экспертна, вот, и ей тоже можно доверять. Ну, если в СССР, например, да, нужно расписать там, условно говоря, глубину понимания пословицы китайской, значит, все-таки и этот критерий тоже имеет место быть. То есть дети тоже прекрасно понимают, да, насколько глубоко копает человек, да. Важно свое выразить, свою точку. А вообще, чья идея была возникновение этого проекта? Удивительно, правда, потому что и литература публикуется, и эта литература, вот, ее открываешь книгу, и правда, это ведь непосредственно для обмена мыслями, духовным миром разных детей разных стран. Чья была идея? Ну, идея, я еще раз напомню, что это была все-таки идея председателя вот этого Международного совета по детской книге. Вот, мы ее подхватили, и вот благодаря нашему вот этому руководителю, который является драйвером всего этого проекта, он у нас существует, продвигается, надеемся, будет развиваться и в дальнейшем. Ну, безусловно, конечно, даже надеемся. Что получает победитель этого конкурса? У нас есть самое главное, что мы предлагаем, ну, помимо некоторых призов, но они больше носят симфолический характер на фоне того, что ты становишься участником международной команды и создается вот этот уникальный творческий продукт. То есть, когда твоя книга оказывается в России, в Китае, доступна широкому кругу читателей, когда твои работы выставляются, например, в том же Олимпийском парке или здесь, в Новосибирске, на общее обозрение, это, я считаю, лучшая награда для того, кто хочет поделиться своим творчеством. Вот. И в этом плане международный проект, он тем и привлекателен, что твои литературные произведения проиллюстрируют ребята из другой страны, да, и, ну, и наоборот, да, делать иллюстрацию на работу, например, китайского ребенка или российского ребенка. Это просто намного интереснее, чем заниматься проектом внутри страны. Почему? Потому что мы хотим общаться с миром, мы хотим дружить, и наши участники конкурса, они в этом смысле нацелены на общение с ребятами из другой страны, и у них есть такая возможность. Через расстояние, да. Но было бы интересно, на самом деле, если бы они, нет-нет, ну, где-нибудь встретились, либо на периферии, либо, например, съездили бы наши ребятишки в Китай, например, съездили, да, и там друг другу пожали руки, потом китайские ребята с китайской стороны приехали к нам сюда, это было бы, по-моему, колоссально здорово. Это в перспективе, ну, понимаете, что мешает ситуации у нас с ковидом, да, а так в целом, конечно, это подразумевает какие-то совместные обмены, общения, ну, и дальше развивать проект. Кстати, не только это касается России и Китая, в планах возможно, что и другие страны могут присоединиться к такому проекту, который у них тоже вызывает такой живой интерес. Я еще бы хотела поговорить об одном событии, немаловажном, 15 лет отмечает Институт Конфу. Да, да, в сентябре у нас юбилей, отмечаем 15-летие со дня создания на базе нашего Института Конфу на базе Новосибирско-государственного химического университета. Как он появился, хоть немножечко история? Ну, вот, наверное, Ян Мэйхал помнит, как появился Институт Конфу у нас в то время? Да, это в 2007 году. 2007 год, да. Это было желание, обоюдное желание ректората нашего университета, ректората нашего вуза-партнера Доляньского университета иностранных языков, собственно, председателем которой является госпожа Яна Мэйхал. Вот, и с тех пор у нас связывают тесные, братские, дружественные связи с Доляньским университетом иностранных языков. Вот, и перспективы у нас, и планы, и проекты огромные, скажем так. Грандиозные и большие. Грандиозные, да. Чем запомнится в жизни Института Конфуция дата 15 лет? Как это будет, какое это событие? Что это будет? Это будет празднование, поздравление, выражение благодарности всем нашим коллегам, друзьям, партнерам, с кем мы в течение 15 лет работали, совместно делали какие-то проекты в области образования, культуры. И таких по-насибирску у нас очень много, поэтому мы хотим всем сказать спасибо и поблагодарить всех наших друзей. За сотрудничество во время. Сколько на данном этапе насчитывает коллег ваших Института Конфуция? С самих институтов Конфуция? Да, Института Конфуция, да. В России? Ну, хотя бы в нашем регионе. Давайте хотя бы в нашем регионе. Ну, в нашем регионе два института Конфуция. Получается так, в России у нас город Москва, столица. Понятно, там три института Конфуция. Есть город Санкт-Петербург, где есть институт Конфуция и класс Конфуция. И вот есть город Новосибирск, где есть два института Конфуция. В других городах региональных центров есть по одному институту Конфуция. У нас второй институт Конфуция, это на базе Новосибирского государственного университета существует. Вот тоже наши коллеги. Хорошо, вот знаете, все равно надо спросить, а есть ли какие-то рамки по количеству участников? Потому что, ну... Ты куда? Возвращаешься к конкурсу? Да, возвращаясь к конкурсному проекту, мне просто интересно. То есть абсолютно все желающие, главное, в возрастной категории, могут принять участие? Да. Хорошо. А в Китае, там просто гораздо больше населения, поэтому... Да, поэтому учитывая это, если, допустим, в этом конкурсе в первом нашем принимали участие школьники со всех регионов России, начиная от Калининграда, заканчивая Владивостоком, то в Китае это в основном столица Пекин и его окрестности, вот, поэтому следующий вот этап расширения географии по Китаю, это может быть город и Шанхай, и Далянь, и другие наши партнеры, с кем мы сотрудничаем. То есть 2-3 миллиона человек? Ну, да. Если работа пришла, будет, жюри, чем заняться. Ну, да, действительно. В течение месяца. Тематика какая-то у предстоящего фестиваля имеется или нет? Или свободная тема? Ну, мы... Предстоящая, да. Да, тему еще раз озвучим. Вечные ценности, диалог культур, вот, Россия-Китай, то есть вот этот диалог культур через обсуждение того, какие есть пословицы у нас, какие есть пословицы в Китае, обмен вот этими мнениями, и как раз вот в ближайшие дни, до 23 сентября мы принимаем работы. Следующий этап, это будет перевод лучших работ с китайского на русский наоборот, и вот уже в октябре, в ноябре будет возможность принять участие в художественном этапе, то есть нарисовать иллюстрации к лучшим литературным работам. И это тоже в рамках конкурса, да, получается? Ну, я, кстати, единственное, что мне приходит легкое недопонимание, вот, я написал, например, эссе, ну, условно говоря, я участник, да, пусть мне будет там 14 лет. Я написал эссе, оно прошло дальше. Тебя дочь, 8. Тогда я, получается, что делаю дальше? Дальше я снова, да, прихожу на конкурс и уже пишу картину. Есть такая возможность. Не обязательно, чтобы человек, который написал какую-то литературную работу, обязательно принял участие в художественном конкурсе. Это могут быть совершенно разные люди. Но могут быть по желанию такие, кто писал конкурсную работу литературную, кто рисовал. Лучшие литературные работы собираются в коллекцию и предлагается уже участникам из Китая проиллюстрировать конкретные лучшие российские работы. И наоборот, то есть уже, когда будет конкурс иллюстрации, всем желающим будет предлагаться коллекция лучших работ, уже переведенных, да, и вот их можно будет проиллюстрировать. Ну, вы можете свою собственную работу тоже проиллюстрировать. Почему бы и не, да? Ну, конечно. Но, опять же, нужно уметь при этом рисовать, может быть, я хорошо пишу текст, но плохо рисую. Только для этого надо переехать в Китай, потому что мы же друг друга иллюстрируем. А, понятно. То есть в России мы иллюстрируем китайские работы лучше и наоборот. Поэтому вам придется немножечко еще в двух странах жить. Ну, заодно и посмотреть Китай. Ну, теоретически это возможно. Интересно. Ну, все равно, рамки так или иначе, все равно же есть момент отбора, да, понятия, какие лучшие работы и так далее. Это все необходимо время. Расскажите, я хотела бы спросить немножечко, опять же, у знающего, непосредственно, да и живущего в этой культуре, как давно вы приехали в Новосибирск? Комфортно ли вам здесь? Да, мне кажется, здесь люди добрые, но мне очень нравится. Я уже два раза здесь работаю. Первый раз в 2009 году я уже здесь начала работать. А в 2019 году опять приехала сюда работать. Два раза. Госпожа Мэйхуа богатый опыт, она работала и в Новосибирске, и в Санкт-Петербурге, и в Ереване. В общем. А теперь Ян Мэйхуа трудится у нас. И я еще разочек представлю всех гостей Ян Мэйхуа, Игорь Хрипунов и Михаил Костин. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо за приглашение.